Белорусский десерт Бартан, рассказывай, соус апельсиново-тыквенный Кулинарное историческое шоу «Белорусская кухня» Смотрите прямо сейчас Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои Вы смотрите кулинарное историческое шоу «Белорусская кухня» Каждую неделю мы показываем и рассказываем вам, как на современной кухне Приготовить еду, которую любили наши предки Поиском уникальных белорусских рецептов в нашей программе занимается Лариса За кулинарные эксперименты на городской кухне Со всеми техническими новинками и современными прелестями Отвечает Бартан Ну а меня зовут Алена и я здесь с вами для того, чтобы во всем этом разобраться Итак, мы начинаем Не переключайтесь, будет очень вкусно и интересно Добрый день! У пошуках стародавних кулинарных рецептов Мы завитали увезку лоцвины Что в Копыльском районе Минской области И разом с Шиманской Валентиной Антоновной Мы будем готовать сковородник арбузовый Добрый день, дорогенькая! Добрый день, Лариса! Я приемно снова с вами встретиться И я так само чекала этой встречи Але мне не терпится починать займаться сковородником нашим Какие ингредиенты нам потребятся? А вот еще и они перед вами Нам потребен, раз гарбузовый сковородник, значит потребен гарбуз Сметанка, мука, яйки, сахар, масло, ну и крышку соды Ах, вот с этом! Приготовить сковородник с тыквой по рецепту из деревни просто Берем тыкву, очищаем от кожуры и натираем на крупной терке Тесто готовим из взбитых с сахаром яиц С добавлением сметаны, муки и соды, гашеной уксусом Смешиваем все ингредиенты и ставим в печь Жар сделает свое дело и уже через 15-20 минут сковородник из тыквы будет готов Подавать рекомендуют с чаем и с трав Так будет особенно вкусно и полезно, обещают хозяюшки Здравствуй, Вартан Здравствуй, Алена Сказочная программа у нас сегодня, сказочная Сказочно-вкусную программу я гарантирую А вот какую сказку я имела в виду, как ты думаешь? На ум приходит только одна сказка с тыквой Если ты про тыкву, да Да, 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 я про тыкву, да А посмотри, действительно много общего у нашей программы И у сказки про Золушку Ну, во-первых, и то, и другое заканчивается пиром на весь мир Это да Ну, а второе, мы как Золушки должны потрудиться для того, чтобы этот пир на весь мир состоялся Это точно Будем работать Да, сколько ни говоря, работать нужно, чтобы пир состоялся Готовим мы сегодня сковородник с тыквой Ну, вы повинны этот гарбузик почистить И на тарце наторковать Нам потребны вот два такие стаканы гарбуза А я таким часом забью яйки с сахаром и другие ингредиенты, которые потребны все разом звучу и все забью Давайте будем працовать Таки молоды, соковиты, тоненькая скурка свежего урожаю А який паху, а який полненький И цвет, бачите, який цвет повинен быть обовязковок, а был из таких желтовый цвет Это значит гарбуз уже хороший, хороший и потребный уже его можно уживать у страву И личится, что гарбуз наибольший каштоунный, именно такие молоденькие Молоденькие и червоненькие Так, ну я говорю, что и семки такие уже полные у него Значит, это выразается Бо семки, коли не полные, значит, гарбуз совершенно не поспил Не поспил Так, а уже коли лежит, он может лежать до года на нового урожая Ну, склепит, он заховывается Счастье из-за всего Некоторые дашники подложек накладают И уже оттуда стоят на каши, супы, на усиляки и на кшестром Давай тыкву, мы ее сейчас будем с тобой разрезать Посмотрим, что у нее там внутри Это всегда такой очень момент, наполненный волнением Потому... Идеальная тыква Идеальная, с точки зрения экономической целесообразности Сорт называется сибель Вообще, конечно, можно я ее в руках подержу, пока ты будешь чистить? Тыква это царица, осенняя царица И такой символ, яркий символ осени Который украшает наши столы с августа по ноябрь Именно в это время созревает тыквенный урожай Но поскольку тыква прекрасно хранится Говорят, что если хорошо собрать плод и хорошо правильно его хранить То можно даже весной побаловать себя блюдами из тыквы Получается, почти круглый год тыква может быть на нашем столе А готовят из тыквы великолепное, восхитительное суп и пюре Да вообще разные супы Пироги, торты, салаты Ее запекают, ее варят Вялят Вялят Засаливают Цукаты делают из тыквы Варят варенье Ну а сегодня мы будем делать сковородник из тыквы Какую бы тыкву мы не выбрали, Алена, визуально мы выбираем Но прежде чем приступить к приготовлению того или иного блюда Обязательно рекомендую вам ее попробовать Чтобы вы определили И это вкусно? Это очень вкусно Во-первых, она сладкая Во-вторых, по текстуре мы понимаем, что ее долго запекать не надо Следовательно, если мы хотим сейчас ее нарезать на кубики И разместить в тесто, которое должно подняться И обрамить все эти маленькие кубики Кубики, да Да, тыквы Мы понимаем, что нужно рассчитать время приготовления И плотность самого теста Мне сдается, что такую скоринку, такая вот, бачите Что на... нет, это уже треба Нет, это уже треба Али, бывает такая мягенькая, что может быть и треба... Гатая шея мягенькая, можно на кашу оставить А для сковородника потребно обовязково обирать с курку Капчистенький был Скажите, любите вы готовать у вогуля вот так? Люблю, хиба ж по мне не видать, что я люблю готовать По мне ж не видать Не просто готовать, а есть Я все люблю и готовать, и есть Глянь на меня, сразу же оно видать Ну и так... А лишь кажешь, не в коня корм Так само Кто ж мат есть или худый застается, то кажешь, не в коня корм Да Как ни подъяси навесцы добра, то и не попрацуешь Вот зараз мы сюда ешь, добавляем сметаны Стакан яйки с сукром И теперь добавляем сметанку 200 грамм сметаны Так само взбиваем ее Всего по 200 грамм Сукру 200 грамм, муки 200 грамм, сметаны 200 грамм Одну гарбуза 400 грамм потребно Вот так Я все про тыкву, про тыкву А уже тесто пора делать Сколько яиц? Пять яиц Так Вот небольшая щепотка соли А для чего? А для чего небольшая щепотка соли? Для вкуса, для вкуса Так И будь добра, вот этот стакан надо наполнить... Мукой? Нет, нет, нет Сначала сахаром Стакан сахара? Да, да, стакан сахара Ну, можно чуть меньше Можно я чуть меньше? Ну, давай чуть меньше Ну, цикла же сладкая Да Вот С учетом того, что мы с тобой ее распробовали Ты начал на маленьких оборотах Ну, тут нет большой нужды взбивать это как... Давай еще одну ложечку Достаточно, давай Восемь столовых ложек Прямо Ой, как сейчас взобьются яйца хорошо Конечно Пять яиц, восемь столовых ложек сахара Алена Так Будь добра, пожалуйста, муки Муки полный стакан Вот это я не спорю Стоп Вот это у нас разрыхлитель для теста? Сюда? Да Полностью? Да, давай Все, достаточно Там было ровно 25 граммов Угу Вот тебе стакан муки А вот этот продукт я узнала по запаху Да И он сулит Райское наслаждение Ну, давай Это не кокос Это запах ванили и это ванилин Добавляй Этот запах Ну, я вот не знаю человека, который бы его не узнал Я где-то прочитала, что этот запах является одним из самых популярных запахов в мире Поскольку он способствует выработке серотонина О Зараз вы этот гарбуз вот на буйной торце повинны старковаться На бурочной, так? Да А я в этот час добавлю вот сюда Так само наша мерка 200 грамм муки у нас этот гарбузовый сковородник Добро Я начинаю Починайте Усё, потребно доброе размешивать Усё взбивать Чем больше взбиваешь, им таки робится больше, как кажуть, воздушный Так до бисквита подобный Подобный, да Ну, а лишь мы гарбуз задаем, поэтому он не поднимется, как бисквит с гарбузом Он же ж мокрый гарбуз Да И он гарбуз очень обтягивает Али ничего, он так само будет больший, всякий пригожий цвет, таки будет желтавый У нас будет сковородник сонечный, я бы назвала его Ну, и некая добрая насла вас отрывала Ну, и правда сковородник сонечный Вот ты знаешь, что это такое? Вот это вот, что такое? Даже не догадываюсь Это кубик красоты и здоровья Угу Я не сказала, что тыква невероятно полезный продукт Содержащиеся вот в этом кубике витамины А и Е Они позволяют бороться со всеми признаками старения Содержащийся в тыкве витамин С Укрепляет иммунитет А витамин Т, которого тоже предостаточно в тыкве Да, ускоряет метаболизм, улучшает обменные процессы И помогает тяжелым продуктам перерабатываться организмом Сначала вот так все кубик Варта, ну согласись, работает разрыхлитель Ты видишь, что все пузырчатое тесто Так, немножко теста, да Распределяем Так Буквально вот так можешь взять? Могу, делаю с удовольствием Аккуратно распределить Хорошо Мы так постоянно будем делать? Я бы еще чуть-чуть Давай чуть-чуть Разреши чуть-чуть 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 Чуть не больше Вот так Ой, как красиво Да не то слово Не то слово Колисти у нас была у дельницы клуба Лосинские удалухи Жанчина в годах Шиманская Софья Ивановна И вот она нам этот рецепт дала И она однойче пришла на поседжение клуба И приносит нам эту страву Мы сразу навод не разразумели шагов И тогда она нам дала рецепт И рассказала, что это гарбузовый сковородник Это Куикс-юдорог назывался Зараз мы с вами Вот видите По столовой лыжачке соды Я ем и погасим Вот са там Каб трошки он был таки Лягчайший Лягчай ему Каб ему было легче Ход трошки подниматься Каб ему поднимем Лекарства дать ему Ось бачите Какая трамалася Ой, ну просто як сметана Какая прыгоженькая Все бачите Ровненькая Ни день нема У нас ни камячка Ничего А ей я какая прыгоженькая Мне навод самой подобается Мне это может быть, что вы у гости приехали Так добра отрывалась Дома я к раблю так не гэдакий Ой, не может быть Там у хати вас натхняет муж Ой, что муж натхняет, так натхняет Раблю и не рабить хочу Я так добра, я не натхняет Скажи, а в процессе выпекания Мне кажется, что все это перемешается, да? Оно не должно перемешаться Я очень надеюсь, что в процессе термообработки Во-первых, это все поднимется А во-вторых, тесто проникнет во все, так скажем Во все полости, которые образовались между этими кусочками То есть, если бы мы с тобой полностью натерли на терке То у нас было бы меньше вот этого воздуха между кусочками А так фракции позволяют между ними иметь место В которое проникнет наше тесто Скажи, пожалуйста, Вартан А вот такое блюдо Ну, не называть его сковородником Можно приготовить в мультиварке? Это для городских хозяйств Конечно, можно Полностью используя рецепт шарлотки в мультиварке Применяя тыкву Итак, дорогие друзья, отправляем наш сковородник на городской кухне Так В духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов Я буду сейчас еще разом смешивать А в этом часом помажьте нашу сковороду маслом Доброе Она уже подогрелась, теплая А я смешаю вот этот чудовный гарбуз Який у нас отримал сейчас с вами Бачите, как добра машется? Доброе, не шкодуйте Это ж свое не с магазина Свое ж не шкода А, свое не шкода Это ж в магазине за гроши А тут ж задармо Задармо так А праца, а плечи, а руки Ничего А сено накосить Да к себе шурубим, как смачно было Ну что ж, шурубить, как-то не есть Затое и смачно есть Есть и будем, да Это ж для себя Потребно у щеков было смачно У щеков такое Жирненько Машется Правильно, не постненько, а жирненько Жирненько Машьте, машьте Я уже еще приготовала Бачите, какое вышло чудовное у нас тесто Вартан, я понимаю, что у тебя сегодня оранжевое настроение Да Скажи, пожалуйста, что мы будем делать с остатками тыквы и с апельсинами? С большим удовольствием приготовим соус Соус к нашему сковороднику Да, к нашему сковороднику Как ты это будешь делать? Для этого нам понадобится вода Остаток тыквы И апельсиновый сок И небольшое количество сливок Затянуть все это Как здорово Так, Алена Сейчас мы вот это все Начинаем вот так вот Сейчас мы это все сварим Это будет такая кашица Тертая тыква должна подвариться в кашу Да Это будет такая кашица Скажи, пожалуйста, а мы будем что-нибудь потом с ней делать? Как-то ее разбивать блендером? Или так и оставим? Нет, ты знаешь, она так разварится Вся хорошо Мы туда добавим апельсиновый сок Да Апельсиновый сок Это такое силовое упражнение Да Тут я тебе точно никак не пригожусь Да Апельсины у нас просто великолепные Очень сочные Все, и зараз мы сюда выливаем наше готовое тесто А у нас есть какие-то сокрытки, чтобы оно не обтекало масло, все одно оно всплывет с боку? А чего оно всплывет, дети? Ось такого поливайте по кругу, по трошки, по трошки Ось, и все, ничего у вас никуда А оно поднимется, это масло? И все, не-не-не, по кругу А то льют просто, встанут только раз На середину А треба еще по кругу выливать По парадочку Ось, бачите? Як у нас еще с вами отрималась Як у нас, на моей совести, кажуте, як у Зоши Як у Зоши, не кажутся Была Зоша справная Сказали, все, як у Зоши Файна Все, и вот теперь, зараз Мы наш гарбузовый, такий смачный сковородник поставим За заслонку печь Жар трошки, вось трошки отгрыбки, треба жар туда, далее к задней стенце Копье не пекся И его за заслонку на михвилин, ну, 15-20 Отправляем у нашу печь Ну, все-таки у апельсина, какой бы он сладкий ни был, есть кислота Не то слово Самый главный момент при приготовлении чего-либо с присутствием кислых ингредиентов Надо помнить одну вещь Как только мы добавляем кислые ингредиенты, сразу процесс готовки замедляется Или даже останавливается Останавливается даже, верно? Я сдала экзамен Ой, вообще, молодец, ты меня радуешь Берешь меня в подмастерье? Конечно Отлично Конечно Отлично Это такое великолепное сочетание Сочетание Тыквы, именно вот этой тыквы И апельсинового аромата Тебе все это очень-очень понравилось Скажи, пожалуйста, а мы будем класть в наш соус Мякоть, которая остается здесь? Я бы положила Ну, ты знаешь, нет Дело в том, что... Не здесь, а вот здесь Дело в том, что мякоть, которая остается от апельсина Ее нужно разбивать блендером Все поняла Подружным А мякоть от тыквы Ничем не надо разбивать Ничем не надо разбивать Она сейчас разойдется И все будет красиво и хорошо Аккуратно добавляем сливки Уже вот на этом этапе Скажи, пожалуйста, а сахар будет присутствовать в нашем соусе? А мы будем это все в конце пробовать и доводить до вкуса Здесь даже может присутствовать небольшое количество соли Да? Да А может быть и перца Вартан, ты шутишь, да? А я тебе верю, да? Ну, соль вот точно есть Но с перцем я погорячился, конечно Спасибо, Вартан Ну, ты видишь, что я уже начинаю понимать, где правда, а где шутка Ну, конечно Ну, да Вартан, ну что, наш соус уже практически готов Осталось добавить апельсиновый сок И довести его до вкуса Точно А тем временем нашим телезрителям я предлагаю вспомнить все детали этого уникального белорусского рецепта Тесто, как и в деревне, готовили из взбитых с сахаром яиц, сметаны и муки А вот тыкву Вартан и Алена предложили не натирать на терке, а нарезать мелкими кубиками Когда все ингредиенты готовы, необходимо их распределить в форме для запекания Сначала слой теста, затем слой тыквы А сверху остается смазать небольшим количеством сметаны и посыпать сахаром Запекать 45-50 минут при температуре 180 градусов Ну что ж, дароженькие, дочекалася, я гэтой хвилины вельми худка 20 хвилин и наш сковородник гарбузовый готовы В початку ж вы спытайте Ну, добра А вы мне скажите, калиласка, цитака трымалась, як трыба Ну, на выгляду, то якраз гэтак, як трыба А вот на смак, это вы мне скажете, эти смачные в тени Ммм, не чекана смачные, и он такие пробки Где создавалось такое, было легкое, воздушное Але гарбуз его создает таким пробким Я кажусь, осади назад, не спешайся Не спешайся Тому есть, худкой он не кусается Треба по крысе смаковать Вот мы не дадавали, а не грама ванилину А смак, як бы ця бы дадали Вось гарбуз это да? Гэты гарбуз, по-перше, дае пэлны смак По-другое, вельми добрые яйки хаке Желтенькие Да я ж че, минавида, тут трэба не алей, а усе ж таки масло Масло, масло Масло, масло, маслом страву ты не скепсиш Гэта докладна, не скепсиш докладна Не, 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 сраба, забывай Цудовный рецепт, цудовный И я думаю, что я пайшла есть Але, хочу разветаться с вами, подяковать вам За то, что такую цудовную страву вы рецепт зберагли Дякую той тёточце, якая навучила вас И заставайтеся прыгожая такая, здоровая, веселая А мы будем обовязково стараться приехать до вас яшче Потому что я отжимаю, что у вас есть чему получиться Приезжайте, будем завсёды рады и снова с вами сустреться До новых сустречек, кажучи Дякую Алёна, ворта, спешаюсь я до вас Добрый день, дорогая Лариса Здравствуй, Лариса Ой, я по вам сдолжилась А как мы скучали без тебя А как мы тебя ждали Потому что, понимаешь, это ж пахнет А мы без тебя начать не можем Я сразумела, и мне пахнет, уже сдалёк пахнет солнечу Бачу, что у вас такая солнечная солнечная И до речи Кольки это пять годин? Сегодня солнечная Да, пять годин Точно, ты как военный человек На 17 Я уявила себе, что это солнечная, а это стрелка солнечная Так что, самый час каштовать Давай сравним Попробуй, скажи Так, ну-ка, ну-ка Ну, так Каб мне эта чудовная подливка То я руками узела, как навёз А лишь тут некая смокота Тут некая такая смокота Интенсивная нотка Вортан Нотка, нотка Алена Мне кажется Чудно Эксперимент удался Ой, послухайте А что это вы такое Выробили некий Такий Соус Шиконный Ягода называется Скажите Вортан, рассказывай Соус Апельсиново-тыквенный А-а-а Да Вот видишь Чтобы подчеркнуть Вкус этого дела Есть цедра апельсиновая М-м-м Готовьте Блюдо по этому рецепту Не пожалеете Ну, а мы прощаемся с вами Но ненадолго Очень скоро Мы вернёмся в ваши дома С новым рецептом Исконно белорусского блюда Готовьте вместе с нами Каждую неделю И смачно вам есть И на белорусской кухне Всего вам доброго И до свидания Субтитры подогнал «Симон»